Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами обсуждаем тему «Рынок пластиковых карт в России». Я уверен, что многим из слушателей это будет очень и очень интересно. В гостях у меня Анатолий Артюхов, член Совета директоров кредитcardsonline.ru. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Евгений Давыдович, заместитель председателя правления Связного банка. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. И Олег Анисимов, вице-президент по маркетингу «Тинькофф кредитные системы». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Олег. Ну что ж, уважаемые коллеги, я позволю себе несколько фраз общего такого характера, что непосредственно будет касаться рынка пластиковых карт. Я попрошу вас согласиться с тем, что вы услышите, либо опровергнуть. Ну и таким образом мы начнем с вами разговор о сегодняшней теме. Я единственное еще, прошу прощения, отвлекусь. Уважаемые слушатели, как всегда, я напомню, телефон в студию 6510-996, либо сайт finam.fm. Вы можете воспользоваться этими средствами коммуникации, как сейчас принято говорить, для того, чтобы задать вопрос сегодняшним гостям. Еще раз повторю, тема сегодня достаточно актуальная. Итак, рынок пластиковых карт в России развивается высокими темпами. Ну мы говорим, видимо, о нынешнем каком-то, да, периоде. Более того, финансовые власти пытаются стимулировать граждан использовать безналичные платежи активнее. Например, Минфин предлагает отказаться от наличных зарплат и оборудовать терминалами магазины. Если раньше россияне использовали преимущественно зарплатные карты и ограничивались операциями по снятию средств, то сейчас активно развивается рынок карт кредитных. Ну, прежде всего, подобные тезисы ни у кого из вас, уважаемые гости, не вызывают отторжение. А? Все правильно? Не в коем случае. Не в коем случае. Все верно. Замечательно. В таком случае наша сегодняшняя задача с вами достаточно, ну, поподробнее, да, что ли, нашим слушателям объяснить, да, вообще, что такое пластиковая карта, ее преимущества, безусловно. Мы поговорим сегодня обязательно о том, как рынок отечественной развивается и чем он отличается от рынков зарубежных. Ну, и давайте начнем с того, что, ну, действительно, в чем существенное отличие рынка отечественного от рынков зарубежных. Хотя, понятно, что, да, основная здесь, наверное, основной нюанс в том, что наш рынок, как и во многих других сегментах, да, гораздо более моложе, чем его иностранные коллеги. Анатолий. Да, несомненно, рынок, российский рынок банковских карт, особенно кредитных карт, он совсем, я бы сказал, молодой, то есть кредитные карты массово появились в России, я думаю, где-то на, в 2000 году, в начале 2000-х годов, до этого практически все карты, которые были, циркулировали в России, это были дебетовые карты. Более того, даже многие банки просили некий страховой депозит со своих клиентов для того, чтобы выдать ему расчетную карту. Соответственно, за последние 12 лет рынок кредитных карт очень сильно возрос. У нас есть и лидеры этого бизнеса, в том числе и присутствующие здесь гости. Это приятно, приятно всегда разговаривать с лидерами. Да, и в последнее время государство без наличным расчетом в России открыло, так скажем, зеленый свет, это большое подспорье в том числе и для банков. Ну, то есть основное отличие, еще раз я повторю, это то, что рынок наш достаточно молод в этом смысле, да, и с этой точки зрения, вот как раз попытка финансовых властей отечественных каким-то образом простимулировать, она, я так понимаю, логична, да, потому что в конечном итоге в этом есть определенные плюсы, как и для финансовых институтов, так и для граждан. Давайте об этих плюсах поговорим, Олег. В чем плюсы, ну, давайте начнем тогда, в чем плюсы для банка, да, который предлагает подобные услуги? Для банка в первую очередь плюс в том, что он получает клиента на очень долгий срок. Это не разовый кредит, который выдается, каждый раз рассматривается, это один раз пройдена процедура, и клиент, если ему все нравится, может быть клиентом сколько угодно. Только надо карту перевыпускать. И еще хорошо добавил, если ему все нравится, то есть еще надо сделать так, чтобы ему все нравилось, да? Ну да, конечно, нужно сделать так, но на самом деле кредитная карта это очень гибкий продукт, и тут клиент сам делает, чтобы ему все нравилось. То есть он, поведение его определяет в принципе все условия по кредитной карте. Если он, он пользуется, скажем, беспроцентным периодом, то он не платит вообще процент. Вот, я думаю, что такой вариант нравится всем людям. Ну да, то есть он занял деньги, взял деньги взаймы, да, и за это ничего не заплатил. Да. То есть главное уложиться в этот период, насколько я понимаю, вернуть вовремя. Да. И поэтому кредитная карта самый гибкий финансовый инструмент. Фактически клиент сам определяет, как и сколько он будет платить банку и когда. Это для клиента выгодно. А то, что, а для банка выгодно, я же как и сказал, это низкие затраты на привлечение клиента и долгосрочность этого клиента. А для государства и для общества пластик выгоден тем, что уменьшаются транзакционные сдержки. Сколько мы видим людей, занятых тем, что пересчитывают, не знаю, наличные деньги в магазинах, да, выдают сдачу и так далее. Сколько, если это перемножить на временные затраты, сколько человека лет тратится вот на все вот это. Ну, не говоря о том, что деньги наличные содержат на себе бактерии. Да, я тоже сижу, думаю, с гигиенической точки зрения, да. Ну, то есть, продолжай, Олег. Да, я продолжу то, что безналичные расчеты, они современные, правильные и их надо только приветствовать. И, в конце концов, не обязательно даже ту же картой пользоваться, можно мобильным банкингом пользоваться, очень удобно. Технология NFC, технология PayPass, да. Ну, вот PayPass уже вовсю начала работать в России. Если можно поподробнее, что такое PayPass? PayPass, когда нужно просто прикоснуться к картой, и деньги будут списаны к специальному терминалу. Хорошо. Вопрос следующий. Ну, мы только что об этом говорили, да, рынок пластиковых карт в самом начале практически, какой потенциал роста какой у него? Ну, по нашим оценкам, действительно, вот я соглашусь с Анатолием, рынок очень молодой, но хотел бы, наверное, отметить, что он развивается семимильными шагами. И по темпам роста оборотов, по темпам роста количества транзакций российские банки в прямом смысле впереди Европы всей. То есть, действительно, темпы роста впечатляют, и это подтверждают наши коллеги из международных платежных систем. Хотел бы еще пару слов добавить о том, что в целом, когда клиенты пользуются картами, будь то кредитные, дебетовые, в целом в этом заинтересованы и банки государства, потому что деньги находятся в безналичной сфере обращения, и тогда они действительно работают в целом на всю финансовую систему страны. И действительно в этом заинтересовано сильно государство, сильно заинтересованы банки, и я думаю, что эволюционно это будет продолжать развиваться при тех темпах, и потом внимании и банков, и государств к этой теме. Ну, то есть, понятно, да, мы с вами определили, действительно, есть вполне объективная заинтересованность и финансовых руководителей страны, да, и непосредственно финансовых институтов, чтобы эту услугу предлагать. Но, тем не менее, я думаю, неоднократно надо еще повторить то, что приобретает конечный потребитель. Ну, вот Олег уже предложил этот вариант, да, что есть некие технические удобства, помимо этого, еще наверняка какие-то плюсы у тех, кто пользуется пластиком. Да, несомненно. Пластиковая карта, в общем, это не столько расчетный инструмент, в том числе и расчетный инструмент, но в моем понимании, карта это средство удаленного доступа к счету, средство удаленного доступа к любой банковской услуге. Клиенту не нужен кредит, но он держит денежные средства на счете в банке и в любой точке мира он может расплатиться со своего счета в другой стране. И, соответственно, платеж производится в моменте, как только банкомитент подтвердит эту операцию. Это что касается оплаты, то есть здесь без кредита, просто я приехал куда-то и оплатил товар или услугу. Если мне нужно перевести денежные средства, пожалуйста, есть и мобильные в том числе приложения. Здесь уже работает, как сказал Олег, есть различные технологии. То есть карты, ну не то что замещаются, но вот рядом с ними появляются технологии близкие. Вот если раньше карты были с чипом того самого бесконтактного протокола NFC, то сейчас уже, насколько я знаю, многие мобильные операторы уже задумались над тем, чтобы свои сим-карты на мобильных телефонах оборудовать по этой же технологии. То есть что это будет? Человек с телефоном, даже без карты, но он фактически имеет пластиковую карту, имеет кредит, имеет доступ к своему банку. Это не конкуренция некая, это один и тот же продукт. Я бы не сказал, это средство доступа, но если это доступ к счету в банке, сейчас там уже имеются вариации. Понятно, то есть в этом смысле, да. Но сейчас банки как раз и стараются строить такие интегрированные продукты, когда по сути дела клиент получает даже не два в одном, а много в одном, для того, чтобы действительно иметь возможность пользоваться и картой, и интернет-банком, и мобильным банком. Замечательно, очень интересно, давайте после новостей продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем сегодня тему рынок пластиковых карт в России. В гостях сегодня в студии Анатолий Артюхов, член совета директоров кредиткартсонлайн.ру, Евгений Давыдович, заместитель председателя правления связного банка, и Олег Анисимов, вице-президент по маркетингу Тинькофф, кредитные системы. Еще раз добрый вечер, добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну что же, в первой части, я так понимаю, мы даже особо не потратили на это много времени, было для всех очевидно, для присутствующих, я надеюсь, и для наших слушателей было очевидно, что, безусловно, пластиковая карта имеет только плюсы в основном. Хотя, наверняка, все-таки какие-то минусы все же присутствуют. Давайте о них попробуем два слова сказать. Жень, есть минусы все-таки в этом деле? Ну, безусловно, наверное, есть, как в любом деле, где есть плюсы. Жизненная философия. Ну, безусловно, риски, риски все-таки существуют какие-то, да, да. Ну, на самом деле, когда человек получает такой инструмент в руки, для него повышается степень, в том числе, и внимания, ответственности к тем деньгам, к тем деньгам, которые он разместил на этой карте, к тем деньгам, которые он планирует и имеет возможность взять с этой карты, если это кредитная карта. Поэтому требует и внимания, и ответственности, и выполнения всех правил, и по безопасности использования карты, и по использованию карты в интернете. Мы своим клиентам рекомендуем отслеживать те сайты, на которых клиент платит, и рекомендуем те или иные сайты не использовать для оплаты, если мы уже знаем, что статистика говорит о том, что это небезопасно. Мы рекомендуем клиентам внимательно использоваться картами в тех или иных странах, которые замечены, как страны с наиболее рискованными категориями использования карт. Просим клиента быть более внимательны и осматривать банкоматы, показываем примеры, как должно это быть, чтобы избежать компрометации карт в этих устройствах. Потому что как только появляется много плюсов для клиентов, то появляется, и она существовала в России, она еще и растет, категория граждан, которые хотят эти плюсы превратить в плюсы для себя. Да, превратить в свои плюсы. Соответственно, эти плюсы могут стать минусами для клиентов, но это большая работа в этом направлении. Я думаю, что Олег со мной согласится, что здесь вопрос работы не одного банка, а в том числе и регуляторов, и правоохранительных органов, и это совместная работа и банка, и клиента. Я понял. То есть, другими словами, если можно, давайте уточним, минусы, риски для пользования пластика связаны А с тем, что он проводит платежи в интернете. Вот Женя об этом сказал, есть сайты какие-то. Есть плюсы, что это А можно делать. Нет, нет, мы сейчас говорим, да, о плюсах мы поговорили, они очевидны, очевидны, я и сам уже сижу и думаю, скорее надо еще, да, и, кстати, о количестве карт у меня тоже есть вопрос, сколько их нужно иметь одновременно. Ну, так о плюсах мы поговорили. Так вот, минусы, значит, все, все платежи связаны с расчетами, взаиморасчетами в интернете, они рисковые, да, по определению, потому что есть, ну, и так далее, вот тоже, о чем Женя сказал. Это очевидно. Дальше риски связаны с тем, что, да, клиенты подходят к банкомату, а там, ну, частенько, да, проходят эти, по телевизору, да, в средствах Маши информации проходят эти сообщения, что умные люди, как бы, накладки, да, 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 что умные люди изобрели некие вещи, да, то есть нужно смотреть на то, что это за банкомат, да, и вот. Где он находится. Где он находится, да, и с этим вы тоже работаете. Еще какие риски? Ну, кредитная карта, это, в принципе, серьезный риск для семейного бюджета. Психологи утверждают, и, в общем, даже торговые сети подтверждают это, что если покупатель пришел к ним и оплачивает кредитной картой, то он покупает в среднем на 20%. Вот это замечательно, кстати, вот об этом риске, да, я даже не подразумевал. Ну, действительно, я представил, как это выглядит, да, ну, тем более, если у девушки в руках кредитка. Да, если она пришла с кошелечком, у нее там определенное количество купюр есть, и больше, чем они... Конечно. Пощупать, потрогать, посчитать глазками, и ты знаешь, на какую сумму рассчитывать. Здесь уже чем душа развернулась, да, потом свернулась. И вовремя нужно отслеживать выписку, естественно, чтобы, ну, ненужные траты все-таки, совсем ненужные, чтобы каким-то образом исключить. Так что риск такой тоже будет. Здесь не зря говорят, да, что берешь чужие и на время отдаешь свои и навсегда. Но, опять же, это возвращаясь к моему тезису об ответственности. С одной стороны, человек должен понимать, что он делает с теми самыми кредитными деньгами. Он должен понимать, что есть график возврата, что эти средства, если человек не укладывается в грейс-период, подлежат оплате, есть проценты и так далее. То есть это ответственность банка и ответственность клиента за те или иные действия. Кстати, вот с этой точки зрения, некоторое время назад, ну, также, видимо, в средствах массовой информации, откуда, собственно, мы еще можем информацию эту черпать, сюжеты проходили, что некие банки, ну, если позволите, навязывают, да, клиенту кредитную карту. То есть, вплоть до того, что однажды в почтовом ящике, да, открываешь почтовый ящик, там, письмо с карточкой пошел, о, там, деньги, оказывается, есть. А потом начинается неприятность. Это из какого разряда? Ну, здесь работает тоже закон диалектики. Это и хорошо, и плохо. Все зависит от того, кому попало это. Ну, это нормально, вот с точки зрения банка, это нормальный подход? Нормальный подход к бизнесу? С точки зрения банка нет ничего плохого. Ничего плохого нет. То есть, некое впаривание услуги, я прошу прощения. Да нет, на самом деле, это больше уже миф, то, что банки там рассылают карты. С вертолета их никто не сбрасывает. Да, это миф, который образовался просто, якобы кто-то из банков это раньше делал. Например, про нас это часто говорят, банк Тинькофф и Дыша, мы рассылаем карты. На самом деле, мы никогда не рассылали карты, мы рассылали предложения, и человек, только если он хочет, он проявляет интерес, он заполняет анкету и так далее, он тогда, его заявка рассматривается. И, насколько я понимаю, сейчас банков, которые вот так вот напрямую рассылают, их как бы нету. А сейчас и законодательное ограничение на это есть. Без согласия клиента ему нельзя ничего продать. Ну, на самом деле, я вот соглашусь с Олегом, что это, по сути дела, миф. Потому что, ну, из всех банков, лидеров этого рынка, везде достаточно строгий процесс, и достаточно клиент ознакомливается со всеми условиями, ставит под этими условиями свои подписи, и этим самым подтверждает все действия совершенные. Поэтому, говорите, миф о том, что кто-то где-то случайно взял кредитную карту, случайно потратил с нее деньги. А теперь требует вернуть еще, ничего себе. То есть, ну, не бывает такого. Ну, если банк может себе позволить так массово разослать карточки, перекрыть все риски, что неизвестно, кому эта карточка попадет в руки, без всяких обязательств, то, наверное, такие банки и могли рассылать. Но я согласен с коллегами, это миф, это действительно молва. Наверняка. Я тоже с этим соглашусь, потому что я подумал о том, что если действительно, да, банк таким образом ведет бизнес, ну, вряд ли он долго протянет. Долго протянет он вряд ли. Так, хорошо. Еще один вопрос, мне кажется, тоже достаточно, достаточно интересный. Ну, очевидно, да, что во многих отраслях мы говорим о том, что есть некий регион столичный, ну, если говорим о Москве, Московской области, да, и, так сказать, здесь одна с точки зрения, вот, в том числе и финансовых, да, финансовых услуг, одна картина, а есть регионы, причем регионы достаточно далекие от МКАДа, и там эта история несколько отличается. Есть ли отличия и в рынке пластиковых карточек, вот, с этой точки зрения? Ну, безусловно, уровень инфраструктуры в Москве, в городах-миллионниках, безусловно, гораздо выше, чем в регионах, и чем, к сожалению, дальше от Москвы, тем уровень развития инфраструктуры, к сожалению, гораздо ниже. Но, опять же, по мере того, как рынок насыщается сначала зарплатными картами, потом кредитными картами, параллельно растет и уровень развития инфраструктуры, потому что поступают запросы со стороны клиентов на оплату услуг картами, и, в том числе, в регионах магазины, кафе, рестораны, в том числе, вынуждены следовать этому тренду и оснащать свои точки терминалами по приему карт, то есть, а также идет развитие банковских отделений, продолжается развитие, и оно идет дальше в регионы, то есть, появляется инфраструктура и для снятия наличных. То есть, это процесс тоже эволюционный, то есть, Москва, безусловно, Москва и города-миллионники в этом вопросе лидирует. Ну, то есть, вот вы, как представители финансовых служб, которые эту услугу предлагают, вы как смотрите в будущее, с этой точки зрения, регионы, они вообще каким-то образом будут развиваться? Они вовсю уже развиваются. Они развиваются и будут развиваться дальше. И будут развиваться дальше, а с точки зрения временных каких-то... Мне кажется, что регионы все-таки российские, они уже вовлечены в эту работу, и вопрос только пойдет именно расширение внутри региона. То есть, лет 7 назад я был в очень маленьком городе Барабинске, Новосибирской области, но там уже есть и банкоматы, и в гостинице принимают карты, и в магазинах. Я был шокирован. Не удивлен, а шокированный. Ну, вообще, да. Ну, я добавлю, что регионы в некотором смысле перескакивают развитие больших городов, потому что, скажем, мобильный интернет, это зачастую вообще единственный интернет, который есть в некоторых регионах. И если там в Москве у людей был еще какой-то домашний интернет, дайл-ап, потом еще что-то, вай-фай, то там люди просто сидят на мобильном интернете. И в этом смысле они уже, впереди планеты всей, они могут пользоваться мобильным банком без всяких... Ну, то есть они какие-то ступеньки, да, просто преодолели... Да, они могут не знать, что такое интернет-банк классический вообще. Они скачивают приложение там в айфоне, в iTunes, да, в этом, и в Google Play, в Android приложение банка, и делают все операции. Мне кажется, что это здорово. Вот, поэтому в регионах есть, то есть более продвинутая публика. Вот как раз я и с этой точки зрения хотел бы услышать ваше мнение. А есть ли разница, ну, слово, может быть, не очень здесь уместное, вот ментальность существует все-таки, да, жителя столичного и жителя провинциального, а есть разница в том, что нужно ему, вот, жителю столичному и жителю провинциальному, с этой точки зрения, вот, с точки зрения услуг? Да, я думаю, что разницы нет. Единственное, здесь есть именно развитие. То, что потребители... Возможности, да, то есть не то я хочу, а что я могу, конечно. Именно так. То, что потребители имели, там, условно говоря, 10 лет назад в Москве, они имеют только сейчас. То есть только, ну, те же самые 3G-сети, сети, прошу прощения, да. Они же не везде сразу появились, они потихонечку появляются, и, соответственно, потребитель, получая такую возможность... Огромное спасибо, после новостей продолжим. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о рынке пластиковых карт в России. Сегодня у меня в гостях Анатолий Артюхов, член совета директоров кредиткартсонлайн.ру, Евгений Давыдович, заместитель председателя правления связного банка и Олег Анисимов, вице-президент по маркетингу Тинькофф кредитные системы. Напоминаю, уважаемые слушатели, телефон в студию, по которой вы можете задать свой вопрос гостям 6510-99,6, либо вы можете свой вопрос опубликовать на сайте finam.fm. И если... Если... Я думаю, возражений не будет. Давайте начнем с вопросов, потому что они уже приходят. Итак, вопрос от Дениса из Москвы. Ну, я процитирую, да? Как говорят в таких случаях, орфография первоисточника сохранена. Добрый день. Что за чудо-операция замораживания средств на карте? Замораживание в кавычках. Которые практикуют отели за границей. Каждый раз деньги замораживаются. При этом приходит смс-ка о списании. И потом при оплате списывают второй раз. Персонал отеля считает, что замороженные деньги не списаны. А клиент вынужден иметь двойную стоимость отеля на счете. Поясните, пожалуйста. Я могу ответить на этот вопрос. Ситуация следующая. Как настроен технологический процесс? Сначала, когда клиент приезжает в отель, отель должен удостовериться в том, что клиент платежеспособен. То есть, они примерно рассчитывают стоимость проживания клиента и делают авторизацию. Это не заморозка, но это блокировка средств на счете. То есть, эти деньги уже невозможно потратить? Временно невозможно потратить. Ну, временно. Они заблокированы, но они не списаны пока со счета. По факту выписки из гостиницы, клиент может расплатиться либо наличными, либо той же самой картой. Если он расплачивается картой, то платежная система идет после блокировки. В общем, идет сама уже финансовая операция. Само списание средств. Ну, то есть, подожди, если карта расплачивается, он использует те деньги, которые заблокированы? Заблокированы, да. Или другие деньги, помимо этих? К сожалению, бывают случаи. Что? На самом деле, вопрос звучит за границей. На самом деле, отели по всему миру, в России не исключение, используют одну и ту же технологию. И, к сожалению, бывают случаи, и это зависит в том числе от персонала отеля, от того, как он обучен своим банком, который обслуживает отель, что используются другие средства. То есть, клиент дополнительно списывается средства за отель, а эта блокировка средств временной остается. Но, на самом деле, клиент может, и мы рекомендуем клиентам в таких случаях обращаться к нам в банк, в банк, и заявлять об этой операции, и тогда банк может снять блокировку, если он видит, что средства по самой операции в этом же отеле уже списаны. Свою ответственность, да. Ну вот, ну... Но, как правило, это проблема технологическая. Да, то есть, с одной стороны, это очевидная, да, объективная проблема и связанная с технологией... Здесь, я вчера помню, на нашем форуме, когда шло обсуждение в онлайне, там этот вопрос задавался, и там вопрос звучал, а что, изменится ли что-то в этом вопросе. Вот сейчас, да, когда... И я как раз отвечал, что не изменится. Вот такая технология существует, я пока не вижу предпосылок, чтобы она изменялась. То есть, она используется и при аренде автомобилей, и в отелях. Поэтому... Я просто, нужно, опять же, внимательно относиться к своему счету, проверять списанные средства, какие, так называемые, халды остались на счете, и связываться со своим банком, и разбираться в этих ситуациях. А в этом случае банк может решить, да, эту банку? Банк может решить, а в принципе, если даже халд образовался, то по истечению определенного промежутка времени он автоматически снимается. То есть, клиент не заплатит дважды за отель. Это понятно. Это временное ограничение. Ну, согласись, да, у него заблокированы средства, а ему нужно еще раз платиться, а денег не хватает. К сожалению, так и проблема. Так случается. Я понял. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире спрашивайте, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Александр. Мне хотелось бы вопросик, как вот система вот эта PayPal, по-моему, защищена от сканирования, например, в том же самом метро. К сумке подойдут, а то он с каким-нибудь сканером испишет деньги. И второе, вот все, наверное, смотрели фильм «Дух времени», к чему ведет мировое правительство, к тому, чтобы изъять полностью наличные и неугодных блокировать. То есть полностью их, вы поддержите их счета, чтобы они никуда не делись. Как вы об этом думаете? Ну, это нормально. Спасибо, спасибо, Александр. Ну, давайте сначала с конкретным вопросом начнем, потом о теории загорова уже поговорим. Значит, вот еще раз, как правильно называется PayPal? Ну, у системы MasterCard это PayPal, у Visa это PayWave, но, в принципе, технология достаточно защищена, и говорить о том, что она на большом расстоянии, случайно спишутся деньги, невозможно. Ну, я так понимаю, что Александр имел в виду не случайность. Он говорит, что вот я стою, ко мне подошли, да, со сканером, считали все это дело, денег нет. Мне кажется, это скорее некая фантастическая ситуация. Ну, судя по второй части вопроса, Александр фантаст, ну, или там он любит фантастику. Любитель фантастики. Саш, значит, вот я наших уважающих экспертов, собственно, перефразирую, если позволишь, да, вот. Все говорят, что такого риска, как правило, не существует, да, и эта система надежно защищена, ну, а с точки зрения теории заговора, Толь, что ты думаешь по этому поводу? Ну, вообще, идея, идея знакома тебе, да? По-моему, действительно фильм какой-то был, документальный. Вот я, к сожалению, не смотрел-то его. Нет, тоже не видел. Другим занимался. Олег смотрел, нет? Нет. Нет. Саш, полностью вывести наличные деньги из оборота, ну, значит, их по объективным законам экономики заменят какое-то другое средство. По-моему, пока нет ничего лучше, но даже наличные деньги существуют. Вот недавно была статистика, что в Швеции 97% без наличных платежей, но все равно 3% наличных существует. Ну, буквально 2 минуты, давайте еще пофантазируем. Смотрите, приходит время, когда действительно наличных денег нет в обороте, все они на пластике, да? И вот эти ребята, которые, ну, вы знаете, да, там сидят 2-3 человека, 2-3 десятка, которые управляют всем миром нашим. Ну, это с точки зрения вот опять этих фантастических идей. И эти ребята говорят, о, здесь я сблокирую все карточки, все, денег у этих нет. А эти, то есть такая, вот такая история, она формально возможна? Я вот смотрел фильм немножечко другой, там гораздо все хуже. Может быть, кстати, наш слушатель именно про него говорил. Там деньги были заменены временем. Каждому человеку отмеривался конкретный промежуток времени жизни. Все остальное он зарабатывал и тратил каждую секунду и минуту. Это катастрофа. Это вообще ужас. Ну, это еще круче, это еще круче. Ладно, бог с ним, с этой теорией заговора, да, действительно, достаточно забавно все это звучит. Главный все-таки вопрос первый, да, на который Александр получил ответ, я надеюсь, то, что технологии достаточно надежно защищены. Еще один звонок наш слушатель Андрей. Андрей, добрый вечер. Задавайте вопрос в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Андрей Иванов, Москва. Вопрос у меня ко всем гостям. Скажите, пожалуйста, почему в России достаточно непопулярна, на мой взгляд, так называемая мультивалютная карта, мультивалютный пластик. А большинство банков выдают три карточки, если ты хочешь иметь счета, допустим, рублей, доллары и евро. Понятен вопрос, спасибо, Андрей. Даже. Ну, я могу озвучить свою позицию. Мы, в принципе, проповедники в массовом продукте о том, что основное законное средство, единственное платежа на территории России, это российский рубль. Поэтому, в принципе, все счета, они в рублях. И никаких ограничений, когда человек едет в любую страну, расплачиваться в местной валюте не существует. Для этого и существует принцип работы международных платежных систем. Поэтому мы проповедуем, чтобы счета были у человека в рублях. Он получает зарплату в рублях, имеет счета в рублях, имеет кредит в рублях и платит за него в рублях. То есть он не несет тех самых пресловутых валютных рисков, с чем многие столкнулись в период кризиса. Вот мы проповедуем такую стратегию. Ну, это логично. Я так понимаю, что мультивалютный счет или мультивалютный пластик, да, об этом идет речь. Как он выглядит, на самом деле, Анатолий? Точно так же, как и все остальные. Физически он ничем не отличается. Это понятно, но получается, что я открываю... Укрыто несколько счетов в разных валютах. И карточка, как средство доступа к любому из них, она... А, привязана ко всем трем условиям. Ко всем трем, да. Доллар, евро, рубль. По нашим данным, востребованность такой услуги крайне низкая. Она десятая доля процентов. Ну, то есть именно поэтому, видимо, она и не такая. В том числе и поэтому. Да, она получается очень сложная услуга, но невостребованная. Поэтому легче человеку выпустить вторую карту в другой валюте. Опять же, если у него есть такая не острая необходимость, он часто бывает... То есть у нас на рынке это возможно, во многих странах это просто физически невозможно. Но надо понимать еще, что русские банки, российские, да, которые кредитуют в рублях, они не заинтересованы особенно в валютных пассивах, да, то есть в привлечении денег. И потому что, например, в нашем случае все валютные вклады, которые есть, они хеджируются. А это дополнительные затраты на случай того, что вдруг будет обвал рубля, банк застрахован. Но это дополнительные затраты. Получаются довольно дорогие деньги. Поэтому все банки, которые кредитуют в рублях, вот через мной банк и Тинькофф, заинтересованы в рублевых, соответственно, и пассивах. Тогда валютные риски исчезают. То есть, другими словами, насколько я понимаю, уважаемые гости на такой позиции стоят. Мультивалютная карта, ну, она, во-первых, не востребована, да, с точки зрения как продукт. И, в принципе, логично, да, если мы живем в России, и в основном наши траты в России... И доходы. И доходы, да, важно, что прежде всего доходы. Совершенно верно. Прежде всего доходы мы получаем в рублях, то, естественно, самая востребованная карта рублевая. А тем, кто, соглашусь, ездит часто за границу, да, причем определенные регионы, ну, если есть такая необходимость, просто еще одну карточку открываете уже непосредственно в валюте, да, этого региона. Любая кредитная карта, вот, международная, она по определению мультивалютная, потому что у платежных систем есть несколько расчетных валют, соответственно, еврозона там расчеты в евро, весь остальной мир, кроме России, это доллары, Россия, это рубли. И конверсионные курсы, они у банков очень щадящие, очень похожи на курс ЦБ, то есть фактически клиент получает в одном флаконе и оплату за границей товары и услуги, и еще и конверсионную операцию, перевод из одной валюты в другую. Я считаю, что если у клиента есть карта международной платежной системы, то ему просто не стоит задумываться, куда он едет. Она будет работать во всех странах, где принимается данная карта, и все. Вот по этому поводу еще один вопрос с сайта, наш слушатель Олег, значит, подобную мысль высказывает. Рублевые карты замечательно, но я могу поменять по более выгодному курсу, чем у банка, и расплачиваться мне будет выгоднее другой валютой, просто делая активным определенный счет. И смысл не заводить три разные карты? Надо понимать, что если деньги нужно завести, валюту, ее нужно где-то купить, опять же, ее нужно купить в обменном пункте, потом ее куда-то принести, все равно транзакционные потери на обмене будут. А главное, потеря времени, да, сейчас самая дорогая валюта, это время человеческое. И человек, который будет заводить это все, потом бегать по обменным пунктам, рискуя получить по голове, с пачкой денег, да, не дай бог, он потратит половину своего драгоценного дня. Ну, абсолютно согласен, я считаю, что самое дорогое время, я сам лично много провожу время в поездках, но очень не задумываясь о том, куда я еду, у меня есть карточка, которая в ругах, я просто достаю и плачу. А вот что вы думаете по этому поводу, уважаемые коллеги, смотрите, Вадим задает вопрос, или мнение свое, да, пластик устарел морально, говорит он, а инструменты типа Киви или оплата с телефона, это уже более прогрессивная вещь. Что такое инструменты типа Киви? Имеется в виду вот эти терминалы, да? Киви кошелек, очевидно, здесь имеется в виду, но здесь сегменты, продукты разные, и Киви кошелек, и мобильные платежи, это микроплатежи, это немножечко другое, банковская карта любая, она покрывает в том числе и этот сегмент, но есть вот он отдельно, он востребован, микроплатежи, есть инфраструктура, есть у клиентов все-таки удобство какое-то есть, ну, виртуальное, потому что я с мобильного телефона могу в свою систему банк клиентов, зайти и точно так же все эти микро и макро, любой платеж произвести прямо с мобильного телефона. То есть, и при этом у меня пластиковая карта, тем не менее. Абсолютно верно. То есть, в моем понимании, это более широкий инструмент для использования, и на самом деле развитие вот таких электронных кошельков и таких платежных систем, пока это особенности, опять же, развития рынка, так сложилось, этим инструментам удалось завоевать определенную долю рынка в определенном сегменте, но, тем не менее, даже упомянутая Киви пытается делать проекты в области того же пластика, выходя из онлайна в офлайн. Это лишний раз доказывает, что пластик морально не устарел, а, на мой взгляд, как раз это доказывает веяние времени о том, что все двигается в области вот такого симбиоза различных платежных инструментов, и физического пластика, и электронных кошельков и так далее. То есть, кстати, вот мы начали разговор с того, что сравнивали, да, рынок отечный с рынками зарубежными. Понятно, что там достаточно давно эта услуга уже предлагается, но существует такая цифра, как среднее количество карточек на душу населения. Давайте об этом продолжим после новостей. Ну что ж, у нас осталась последняя часть нашей программы, поэтому нам необходимо с вами уже, что называется, делать определенные акценты. Ну, тем не менее, до новостей мы ушли на новости, разговаривая о целесообразности. Какое количество карт, в принципе, да, ну, в среднем, может быть, есть смысл держать одному гражданину? Ну, мое личное мнение, что всегда для удобства, для гарантированности всегда выгодно иметь две карты, желательно двух разных банков, а в идеале еще и двух разных платежных систем. Потому что мир платежей очень сложный, могут быть какие-то определенные технологические проблемы, в том числе и у таких глобальных международных платежных систем. Поэтому, в принципе, если разный банк... Извини, пожалуйста, я хотел подчеркнуть, в этом ничего плохого, катастрофического ничего нет. Абсолютно. Мы живем в мире технологий и что-то, к сожалению, периодически ломается. Я думаю, что каждый в быту с этим сталкивается. Естественно. Потому что сразу такая трагедия из этого раздувается. Поэтому я и говорю, что к этому нужно просто относиться с пониманием, что как это все работает, и это все очень сложно и глобально. Поэтому два банка, две разные платежные системы, в принципе, наверное, решат все проблемы и потребности человека в любой жизненной ситуации. Но это моя личная позиция. Больше не надо, больше двух. Больше двух, ну... Пять, десять. В свое время у меня было восемь карт. Зачем? Ты коллекционировал? Ну, в том числе и по работе. Они у меня были необходимы. Я абсолютно согласен с Евгением. В принципе, двух достаточно. Единственное, я бы еще мало того, что по платежным системам их развел, еще и по продуктам. Многие банки сегментируют определенные карты только для покупок. И у них есть игры из период, но дорогое получение наличных. Некоторые карты, наоборот, стимулируют получение наличных, но там другие какие-то есть привлекательные черты для клиентов. У меня знакомый, вот, имел карту именно для покупок английского банка. У него получение наличных обходилось в девять процентов. Ух ты! Я просто сторонник универсального продукта, поэтому я так и ограничиваю двумя продуктами, двумя картами. Ну вот, кстати, продолжение этого разговора. Я хочу вас попросить, давайте сформулируем, ну, основной набор, что ли, критерий, по которым мы должны выбирать. А, банк, Б, услугу этого банка, ну, с точки зрения пластика. На что, прежде всего, надо обращать внимание? Олег. Ну, если это пластик дебетовый, то есть для хранения своих собственных денег, соответственно, надо обращать внимание на такие вещи, как процент на остаток по счету, какие-то программы бонусные, кэшбэк или это бонусные баллы, или это в отдельных категории, в отдельных магазинах какие-то специальные условия. И тут все зависит от человека, если он пользователь, скажем, лояльный к какому-то сети, то нужно смотреть, с каким банком сеть эта работает и получать карту этого банка. Если он, скажем, человек, который тратит везде равномерно, то ему нужны какие-то бонусные программы, которые на все траты распространяются. И, соответственно, нужно смотреть на цену обслуживания, потому что бывают довольно дорогие в обслуживании карты, бывают бесплатные и при этом с лучшими условиями. Надо смотреть на бесплатность интернет-банка и бесплатность мобильного банка, потому что сейчас это будет уже мейнстрим, мобильный банк это крайне удобно. И если банк не берет за него, то это дополнительный бонус, который многие могут не учитывать в своих расчетах. Что еще нужно? Комиссия занятия наличных очень важной. Да, кстати, вот сейчас история об этом сказала, что англичане что делают? 9% снимают. Это же ужас. Давайте чуть-чуть прервемся, послушаем звонок. У нас на связи Юрий. Юрий, добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У вас прозвучал ответ, что такие сервисы, как Киви, не позволяют большие платежи проводить. Там только проходят микроплатежи. Я с этим не совсем согласен, но хотелось спросить. Есть такой сервис, Лемон Пэй называется. Он позволяет привязать любой электронный кошелек или номер сотового телефона и пластиковые карты проводить с помощью мобильного телефона абсолютно любой платеж на любую сумму. Понятен ваш вопрос. Да, Юрий, говорите. Да, вот я хотел бы, слышали про такой сервис и обсудить его тоже. Понятно. Спасибо, спасибо, ваш вопрос понятен. Слышали такой сервис? Толя, ну давай тебе. Вот конкретное название, мне, к сожалению, ничего не сказал, но сервисов таких огромное количество. Я немножко в мою сторону был вопрос. Микроплатежи – это отдельный продукт, но это совершенно не значит, что в Киви кошельке в том числе не проводятся какие-то существенные платежи. У нас с законодательством до 15 тысяч, в том числе и правилами Киви того же самого они предусмотрены. Но вот микроплатежи, которых там, я думаю, порядка 70% платежей в этих системах, это все-таки отдельный продукт. По банковской карте нет ограничения в 15 тысяч рублей за одну операцию, потому что клиент по определению идентифицирован и самим банком, и по нашему законодательству он идентифицирован реквизитами банковской карты. Касательно, опять же, ну вот то, что наш уважаемый слушатель сказал про сервис, ну он же сам ответил на вопрос. Это все прилинковывается к банковской карте. То есть это тоже та же самая банковская карта, просто немножко вид сбоку. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо за ответ. Вернемся. Итак, Олег, значит, мы пытались сформулировать, на чем должен быть основан выбор у клиента, который хочет завести себе, ну, говорили о дебетовой карте, да, понятно. Ну, наверное, даже от печки, да, мы пойдем. Берем, я не знаю, топ-100, топ-10, топ-5 банков, ведущих банков, да, отечественных. Сколько? Сколько штук надо взять? Рассмотреть, сколько их? Рассмотреть, ну, 5-6. 5-6, ну, десятку, ладно. Взяли топ-10, посмотрели, да, что больше понравилось, и начинаем сравнивать услуги. Какие услуги предоставляет тот или иной. Ну, они, я думаю, не сильно будут отличаться, да, Жень, если это действительно... Ну, большинство банки, да, вот, у лидеров, если мы говорим, топ-10 карточных банков, они, в принципе, плюс-минус... Ну, молодые банки, в частности, по, там, дебетовым картам предлагают хорошие условия по остатку, которые никогда не предложат крупные... Ну, это логично, да. Крупные банки. Молодые банки. Вот, то есть, ну, тут надо тоже смотреть, потому что, вот, связной банк, и мы, да, предлагаем большие процентные остатки, очень большие, поэтому... А вы, с этой точки зрения, молодые банки? Да, да, конечно. Понятно. Молодые, развивающиеся банки. Это нормально. Хорошо. Теперь выбор, связанный с кредитными карточками. На чем он основан, Толя? Выбор кредитной карты, это как раз то, чем мы зарабатываем на жизнь. Это здорово. Кредиткарционлайн.ру Клиент заходит к нам на сайт и, соответственно, делает фильтры, что ему больше всего нравится. Получает ответы и смотрит уже детально продукт каждого банка. Больше нравится, больше нужно ему, да, что ему больше нужно. Да, ну, как правило, первый номер, это кредитная, это ставка по кредиту. Ну, да. Первый номер. Второй номер, это получение наличных средств. Третий, это всякие вкусности дополнительные. Так. Программа лояльности, скидки и так далее. Сейчас меньше, а раньше еще люди обращали внимание, как правило, для выезжающих за рубеж, это программа страхования держателей, и в том числе и от рисков потери от мошеннических действий. И второе, то место, куда они едут, насколько больше охвачена той или иной платежной системой. Сейчас на это практически не обращают внимания, потому что и виза, и мастер-карт, они имеют сеть достаточно. Везде они практически, да? То есть, другими словами, для того, чтобы сделать выбор по кредитной карте, значит, первое, мы выбираем, смотрим на процентную ставку, правильно? Абсолютно. Вот по поводу вкусности, если можно, ты подробнее расскажи, что это такое вкусности. Вкусности — это дополнительные сервисы, которые банк дает в дополнение к своему обслуживанию. Это бесплатные мили. То есть, если человек определенное количество денег в торговых сетях потратил, ему добавляются бонусные мили авиаперевозчиков. Например. Большой пятерки. Банк для этих целей заключает с ними договоры, иногда их закупает и потом распределяет между своими клиентами. Это участие в программах скидочных, всяких торговых сетей или тех же самых авиакомпаний. Это очень серьезный психологический стимул для клиента при выборе карты. То есть, если будут абсолютно две идентичные карты, но у одной будет вот такая вот, что называется, а у другой не будет, то предпочтут карточку вот с такими добавлениями. Именно поэтому, да, Олег и Женя, наверное, присоединитесь, именно поэтому финансовые институты широко развивают подобные услуги. Ну, конечно. У нас, например, на карте мы используем услугу, бонусную программу связного клуба, когда человек за все траты по карте получает бонусы, как в том числе от связного клуба, от банка, и может потом реализовать эти накопленные баллы. И, на мой взгляд, это направление будет все только развиваться, когда человек, делая привычные траты, может получать какие-то дополнительные, накапливать дополнительные, и спустя какое-то время их реализовывать. Уважаемые друзья, я благодарю вас за внимание, к сожалению, время закончилось. Большое вам спасибо. Основная идея в сухом остатке – рынок, пластиковые карт, за ним будущее. Всего хорошего, успехов на рынке, до свидания. До свидания. Спасибо.